Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. О повышении качества жилищно-коммунальных услуг на прошлой неделе говорили в Москве на самом высоком уровне. Мы уже сообщали о том, что в заседании Госсовета России принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Еженедельное совещание с членами правительства глава Чувашия Михаил Игнатьев началось с итогов заседания Государственного Совета России, которое провел президент страны Владимир Путин. В Москве говорили о мерах по повышению качества услуг ЖКХ. Но кроме этого Михаилу Игнатьеву удалось провести и ряд других важных встреч и переговоров. По аварийному жилью хочу тоже сказать, мы должны подготовиться. То, что программу мы представляли фонд по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Георгиевичем Цицыным, я переговорил. С учетом представленных материалов регионами Российской Федерации, сегодня спор там возник между фондом, между Министерством оригинального развития и Минфином. Цена вопроса 57,4 миллиарда рублей. Игорь Иванович Шувалов взял на себя обязательства, обязательства правительства. До 15 июля они должны подготовить расчеты. Удельный вес софинансирования с учетом дотационности региона составит 70% из федерального бюджета, 30% из регионального. До 2015 года планируется переселить более 12 тысяч человек, снести еще 822 многоквартирных дома. Министр строительства Чуваши Олег Марков отметил, что общий объем финансирования в 2013-2015 годах превысит 4 миллиарда рублей. В республике также ведется активная работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Всего с 2010 года в республиканскую казну на эти цели поступило более 5 миллиардов рублей. На сегодняшний день улучшили жилищные условия 5263 ветерана. Еще 154 ветерана, получившие свидетельства, оформляют документы. Государство помогает в приобретении жилья и молодым семьям в виде безвозмездных субсидий до 35% от средней стоимости жилья. В текущем году на эти цели будет направлено 390 миллионов рублей. Государственную поддержку смогут получить около 700 молодых семей. Возмещается часть затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами, привлеченными молодыми семьями на приобретение или строительство жилья. В размерах уменьшающие проценты за кредит до 5% годовых, это в первые 3 года, и 10% в последующие 12 лет. На эти цели в бюджете на 2013 год предусмотрено 57,2 миллиона рублей, из которых освоено 13,9 миллионов рублей. Особое внимание в республике уделяется социальному положению многодетных семей и детей-сирот. С вступлением в действие с 1 марта 2005 года Жилищного кодекса России в Чувашии ведется работа по обеспечению их жильем. Бюджетом только 2013 года предусмотрено почти 230 миллионов рублей. Всего за счет средств 2013 года будут обеспечены жильем 262 человека. Всего же на учете находится 1422 ребенка-сироты. Проблем, правда, немало. Незбросовестные подрядчики не выполняют взятых обязательств, срывают сроки строительства домов, а страдают в итоге дети. По тем подрядчикам, которые свои обязательства не выполнили, по фактуре времени, понятно, через год только дети-сироты получили фамилии. Называйте вы этих учредителей, кто там. Договора, кто подписывал. Они выигрывали конкурсы. Это государственная программа, направленная на защиту на сегодняшний день детей-сирот. И на этих детях-то не надо здесь бизнес делать. Черный список недобросовестных подрядчиков должен быть доступен и постоянно обновляться, отметил глава региона, чтобы избежать подобных срывов по строительству жилья в дальнейшем. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. В Международный день защиты детей торжества проходили на самых разных площадках города. Но основной по традиции стала Красная площадь, куда поздравить ребят приехала официальная делегация. В Международный день защиты детей на Красной площади празднична с самого утра. Для приехавших из разных районов Чувашии ребят концертная программа. Песни, танцы, шутки и поздравления. В этот день детям дарят подарки. По уже сложившейся традиции это делает и правительство республики. В качестве презента автобусы для 22 школ Чувашия. Вручить ключи и поздравить собравшихся с праздником приехал глава региона Михаил Игнатьев. В своем приветственном слове он отметил, в республике сделано многое для защиты детства. Но еще больше предстоит сделать и власти, и школам, и самим родителям. В этом году, к сведению хочу сказать, покупаем 44 новых автобуса и микроавтобуса. Капитально отремонтировали каждую третью общеобразовательную школу. В этом году мы все работы будем продолжать. За последние 20 лет начали строить детские образовательные учреждения. В прошлом году, в этом году, к сведению тоже могу сказать, 3008 хороших, добросовестных таких мест мы сделаем для детей. Школьные автобусы отличаются от тех, что первоначально поступали в Чувашию и уже устарели. Требования к транспорту, перевозящему детей, повышенные. В республике планомерно модернизируется парк школьных автобусов. Новый транспорт экологически безвреднее, с двигателем Евро-4. В автобусах есть ограничитель скорости. Больше 60 не разгоняется. 55 набирают и все сбрасывают в скорости. Среди получивших ключей от новой машины – представители Аликовской школы имени Ивана Яковлева. В парке учреждения три школьных автобуса. Они перевозят детей из более чем 20 деревень. Конечно, автобус, который у нас был старый, 2004 года, он немного стал у нас уже староват. Стал часто ломаться и стал не очень безопасным для перевозки детей. И требования сейчас к перевозкам возрастают. Поэтому мы очень рады тому, что получили новый автобус, который соответствует всем современным требованиям безопасности. Модернизация парка школьных автобусов продолжится. А в республику уже этим летом должны поступить еще 22 машины. Сегодня получившая в подарок новый транспорт. На нем отправятся на экскурсию по городу. Но прежде, в честь праздника, ребята выпускают голуби и воздушные шары. И с замиранием сердца смотрят в небо. Возьмите любовь, заботу, верность, добавьте мудрости и взаимопонимание. Пожалуй, это ингредиенты для рецепта успешной семьи. В Пензе собрались те, кто пользуется таким рецептом постоянно. Там прошел конкурс «Успешная семья. Привожье-2013». Искусство быть семьей продемонстрировали и представители нашей республики. Сейчас за этими кулисами волнуются лучшие папы на свете, репетируют самые замечательные мамы и готовятся к выступлению талантливые творческие дети. Ведь через некоторое время им всем предстоит выйти на сцену конкурса «Успешная семья в Привожье-2013». Песня «Успешная семья. Привожье-2013». В конкурсе Дмитриевы представлены в номинации «Грани творчества». Впрочем, их творчество и фантазии не имеет не только грани, но и пределов. Кроме красочного номера, семья привезла в Пензу целую экспозицию своих работ. Ну, вообще у нас начиналось это все с районного конкурса, с администрации Ленинский район. Сначала мы там отборочный этап прошли, затем мы участвовали в городском конкурсе, в республиканском в прошлом году, семья года, и в этом году пригласили нас на фестиваль. Если Дмитриевы покоряли жюри творческим подходом, то семья Васильевых решила взять национальным колоритом. В Пензу они приехали в составе мамы-папы, двух сыночков и лапочки-дочки. Наша семья – это Илюша. Наша семья – это и я, и папа, и игол. Конечно, такой дружной компанией везде хорошо, но дома лучше. Так называется номинация конкурса, в которой участвует семья. Эта картина называется «Теремок». К этой картине есть даже специальные стихи. Стоит в городе Чебоксары в юго-западном районе Теремок. Он не низок, не высок. В нем многодетная, дружная и счастливая семья Васильевых живет. Вот у меня родилась вот эта вот картина. Просто я думаю, как показать оригинально, как построить дом. То есть в этой картине мне показали, что мы построили дом. Главный герой мероприятия – это семьи. Однако самая сложная задача, пожалуй, стояла перед судьями – выбрать лучших из лучших. Каждая семья, которая приехала, безусловно, уже себя проявила, заявила и является уважаемой у себя на малой родине. А сегодня задача сложная – отобрать. Наверное, главное оценить будет для членов жюри, насколько ярко семья сможет сделать свою визитную карточку. Как вот дружно сможет показать, что мы вместе, нам друг с другом интересно. Итоги конкурса подвели в День защиты детей 1 июня. Чтобы поздравить победителей, в городе Нусуре собрались звезды шоу-бизнеса, спорта и государственные деятели. Как друг в меня поверил ты, и как лица учил меня летать. В итоге для успешных семей Чуваши конкурс стал тоже вполне успешным. Они вошли в десятку лучших. Ну а семью Дмитриевых также отметили как одну из самых молодых. Участие в этом конкурсе всегда становится престижным. Конечно, многие участвуют далеко не за призы, не за какие-то подарки. Сказать, что там какие-то очень дорогие или очень престижные подарки, наверное, нельзя. Поэтому самое главное – это тот дух, который получает семья, участвуя в этом конкурсе. Поэтому мы будем это популяризировать, мы будем это развивать. В этом году в таком масштабе конкурс прошел первый раз. Организаторы планируют собирать успешные семьи при Волжье регулярно. Ну а представители Чуваши есть целый год, чтобы работать над номерами, представлениями и количеством маленьких делегатов. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Республика. В этом году Республиканской больнице исполнилось 65 лет. Сегодня гость из Москвы, доктор медицинских наук, профессор Сергей Абугов, провел показательную операцию по лечению острого коронарного синдрома для коллег из Чуваши. Но мастер-класс не для того, чтобы показать классы, обучить азбуки, а для того, чтобы поделиться опытом с коллегами и поработать бок о бок в одной операционной, подчеркнул доктор. В операционную пригласили и нашу съемочную группу. Пациенту 55 лет. Его основной диагноз – острый субэндокардиальный инфаркт миокарда. Осложнение – застойная сердечная недостаточность. Под руководством Сергея Абугова ему проведут стенирование коронарной артерии. То есть поставят металлическую распорку. Благодаря чему кровоток по коронарным артериям, который питает само сердце, улучшится, говорят врачи. Основной причиной смертности трудоспособного населения является ишемическая болезнь сердца. И мы сегодня собираемся устранять проявление атеросклероза, сужения коронарных артерий, которые являются причиной ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. Альтернативная методика, когда через очень маленький прокол в бедренной артерии или в артерии руки катетеры вводятся в коронарные артерии. Внутрь сужения вводятся специальные стенты, которые напоминают собой металлические пружины, на которые полностью устраняют причины ишемии миокарда и позволяют полностью реабилитировать больного, вернуть его к труду. В операционной полное спокойствие. В контакте с пациентом в основном Сергей Абугов и Валерий Тишанский, заведующий региональным сосудистым центром. Из операционной доносится стенд, бляшка, баллон. За стеклом еще человек 10. Врачи-кардиологи, неврологи, специалисты по хирургии не сводят глаз с мониторов, которые следят за работой самого главного органа пациента. И вот довольные улыбки на лице врачей. Операция завершилась. Ну, вы знаете, у нас есть такая вот традиция, мы говорим по плану. Нам удалось точно выполнить план, который мы намечали перед операцией, без всяких отклонений. Все прошло успешно. Как видите, мы достаточно недолго работали. Это, в общем, обычное, такое среднее время для операции. Очень комфортно было работать. Прекрасная аппаратура, прекрасный персонал в операционной. Все работает. В общем, у больного хорошие перспективы. Больной со стабильной стенокардии на столе, он, как правило, и так себя чувствует неплохо. У него проблемы возникают при какой-либо физической нагрузке. В нашей методике они отличаются тем, что мы не используем общие анестезии. У нас больной находится в состоянии легкой седации. Он просто успокоен. Он не спит, он в полном контакте. Мы с ним, если необходимо, разговариваем. То есть, в некоторых случаях нам требуется, чтобы он выполнил какие-то маневры. Вдох, выдох, задержал дыхание. Все очень хорошо чувствую. Хоть до операции, хоть после операции, но вроде состояние такое же. Просто двигаться нельзя, говорят. Все. Мужчине, конечно, потребуется время для восстановления. Но его физическая активность после операции непременно улучшится, констатируют врачи. К тому же, вероятность повторного инфаркта миокарда сейчас сводится к минимуму. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями в Чувашской республике продолжает масштабное учение в акватории Чебоксарского водохранилища. В учении задействована военная техника и авиация. 3 июня в районе Чебоксарского гидроузла пройдет очередной этап учения. А завершится оно 5 июня отработкой действий силовой группировки штаба в районе Амаксарских островов вблизи поселка Шишкары Маргаушского района. Оперативный штаб обращается к населению с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и не препятствовать деятельности правоохранительных органов и специальных служб и воздержаться от посещения Амаксарских островов 5 июня. В Чебоксарах стартовал традиционный фестиваль песчаной скульптуры. Лучшие мастера из 9 регионов уже выставили на суд горожан необычные фигуры. В этом году перед участниками поставили сложнейшую задачу. Картины из песка застыли в ритме танца. Это тема нынешнего фестиваля. Со своей задачей скульпторы справились. Фантазией им не занимать. Убедились в этом и мои коллеги. Превратить гору песка в настоящий шедевр под силу только ювелирам. Опытные мастера на своих песчаных полотнах пытаются оживить каждую мельчайшую деталь. Лица людей, фигуры животных, необычные узоры. Скульпторы воплощают в жизнь любую, даже самую смелую фантазию. Свои картины они рисуют специальными инструментами в их арсенале, кисточки, мастихины и необычные лопаты. На то, чтобы слепить такие фигуры одного дня недостаточно. Кто-то работает по эскизам, кто-то создает картины экспромтом. От качества песка в этом деле зависит многое, если не все. Материал для мастеров Чувашию привозят уже проверенный годами из Мариел. Несмотря на то, что песчаная фигура с виду кажется и хрупкой, на самом деле она прочная, как кирпич. Перед тем, как начать работу, скульпторы утрамбовывают песок в таких деревянных опалубках. Уже готовую фигуру обрабатывают специальным клеевым раствором. И такой фигуре не страшны ни дождь и ни сильный ветер. В этом году Чебоксарский фестиваль превратили в танцевальную феерию. Тема сложная даже для профессионалов. Необходимо подчеркнуть каждое движение, а главное – сделать то, чего уж точно нет у других. Хотя свой авторский замысел здесь есть у всех. Сами танцы, они очень интересны тем, что само по себе искусство. А здесь мы искусство показываем в искусстве. Потому что скульптуре – это тоже искусство. Тем более скульптуре из песка движения сложно передать. И наши мастера, которые приглашены с разных городов, с разных регионов, они вот воплощают свои задумки, идеи. Испанская фламенко, красочный бразильский карнавал, задорные русские хороводы. В ритме танца один из участников и вовсе изобразил мультяшного Карлсона и домоправительницу Фрэкинбок. Герои словно сошли с экрана сюда, на выставку. Некоторые мастера к своим работам подходили с долей философии. В этом году в фестивале принимают участие только профессионалы. Сюда они приехали из Челябинской, Якутии и даже Украины. Их далеко не хрупкие шедевры здесь, на речном порту, простоят до конца осени. Дмитрий Ковалев, Эндрис Передонов, Республика. В День защиты детей компания «Ядрин молоко» провела традиционную благотворительную акцию. Май – месяц милосердия. Такой лозунг провозгласила компания «Ядрин молоко». В течение всего месяца с каждой пачки масла «Доволе» 5 рублей перечислялись в накопительный фонд. В этом году удалось собрать 300 тысяч рублей. Очень приятно, что люди откликаются на нашу акцию, помогают и покупают нашу продукцию. Мы стараемся бороться за качество и за каждого своего потребителя. Считанные дни остаются до пуска нового завода. 15 июня официальное открытие. Оборудование все самое современное. И скоро на полках магазинах появятся наши новые продукты. В театре оперы и балета 1 июня было многочислено. Дети со всей республики собирались и на благотворительную акцию. Многие, кто пришел в этот день на праздник, специально участвовали в акции. Если купить молоко, то деньги переходят в детский дом. Всегда смотрю, в магазине прихожу, постоянно покупаю продукцию «Ядрин молоко». Я первый раз купила, мне понравилось, я теперь только смотрю на эту продукцию. Мне кажется, качественная и вкусная очень. Вот, например, очень люблю «Ядрин молоко». Вот сегодня мы пришли специально поддержать вот эту организацию. «Ядрин молоко» дарит нам счастье, удовольствие и удачу. Дети не скучали. Самые метки играли в дарт, смелые общались с человеком-пауком, подвижные прыгали на батуте. После игр можно и подкрепиться. Сотрудники компании «Ядрин молоко» угощали всех вкусной и полезной продукцией. «Вкусной, сладкой, с клубникой. Полезной. Очень нравится, вкусно. А вы как раз покупали?» «Нет, пробовали, раньше покупали. И очень вкусно даже, очень полезны детям». «Очень вкусно». Пока дети развлекались, взрослые готовились. 300 тысяч рублей в этом году удалось собрать за время акции. Эти деньги получат шесть детских домов республики. «Продукты, это ядринского молокозавода, они качественные. И как раз они нужны для нашей грядише. Я хочу сказать, я сам люблю продукцию этого молокозавода. Мы хотели бы, чтобы наши дети были счастливы, чтобы над ними было мирное небо, чтобы не смолкал детский снег. Это очень важно. И мы, сегодня взрослое поколение, сегодня тот, кто отвечает за это, сделать все, чтобы наши дети были здоровы, счастливы». В этом году средства получили детские дома и коррекционные школы из Ибресь, Чебоксар, Цивильска, Шумерли, Соланчик, Кугесь. Эти деньги обещали потратить на благоустройство детских площадок и на ремонт. На этом я прощаюсь с вами. А далее вы можете получить полезную информацию об одном из медицинских центров нашего города. Мужское здоровье и успешная сексуальная жизнь непрерывно связаны. Как только начинаются проблемы ниже пояса, появляются проблемы и в семье, и на работе, наваливается депрессия и раздражительность. Как вернуть мужчине радость жизни? Посильная ли это задача для современной медицины? С этими вопросами мы обратились в медицинский центр «Алан Клиник». Медицинский центр «Алан Клиник» работает в Чебоксарах уже более трех лет. Одним из ведущих его направлений является мужская урология. Специализация лечения простатита, аденомы простаты, мужских сексуальных расстройств. Кому мы можем помочь в нашей клинике? Ну, если люди молодого возраста, как правило, обращаются, чтобы улучшить качество эвакуляции. В более возрастном периоде мужчины, как правило, обращаются с проблемами с эрекцией. Для эффективного лечения необходима грамотная диагностика. Другими словами, лучше всего лечить не симптомы заболевания, а его источник. Прежде чем начать лечение, пациенты проходят тщательную диагностику. То есть обследуются на заболевания, передающиеся половым путем, делается трансректальный УЗИ предстательной железы, обследуется гормональный фон, а также доклерография сосудов полового органа. К сожалению, такие заболевания, как простатит, аденомопростаты, нарушение потенции и преждевременное семяизвержение, одной таблеткой не вылечить. Именно поэтому в Алан-клиник применяется комплексный подход к лечению. Для лечения пациентов урологического профиля, в частности простатита, сексуальных расстройств, клиника использует самые современные методики. Как медикаментозного плана, так и медикаментозные. Для того, чтобы пройти комплексное лечение, пациенту не нужно бегать из одного лечебного учреждения в другое. В клинике можно сделать УЗИ, сдать анализы, пройти физиолечение и другие необходимые процедуры. Все это в удобное для пациента время. Врачи говорят, нужно помнить, что предстательная железа – второе сердце мужчины. Именно этот орган отвечает за выработку мужских половых гормонов. Не нужно оставаться наедине со своими проблемами или ждать, когда они пройдут сами по себе. Просто обратитесь к грамотным специалистам.